Здравствуйте, дорогие друзья! Этот прекрасный букет вам, чтобы поднялось настроение. Красивые, лимонного цвета, желтые, солнечные хризантемы и белые. Большие, крупноголовые, такие красавицы, хризантемки. Для поднятия хорошего настроения. Ну а сегодня тема у меня пойдет о фиалочках. Сегодня я их пересаживаю, точнее сажаю листики в маленькие стаканчики. Листики уже укорененные, вот в таких вот баночках, пузырьках, можно сказать. Один укоренился уже хорошо, вот такую щеточку корней дал. И мы будем пересаживать сейчас их. Три листика. Один не очень дал корешок. Но можно сразу посадить уже в агробалт, в грунт. Он хорошо подходит для фиалок и бегоний. Вот так еще третий дал корешочки. И буду прям сажать сразу вот сюда, в агробалт. Слегка приминать. Стаканчики я взяла самые маленькие, пластиковые, 100-граммовые стаканчики. Можете посмотреть. Грунт рыхлый, агробалт. И немножечко польем их. Я стала сначала укоренять листики в пузырьках, вот в таких темненьких. Обычные от спирта. Либо еще от каких-нибудь там беру. Чистые в отстоянную воду ставлю листочки. И получается у меня уже корни пустили, листочки. И поливаю обычной отстойной водой. Слегка. Чтобы дальше у меня образовались деточки. Ну где-то месяц или два пройдет. Смотря как. И смотря какой сорт бывает даже. Вот месяц назад я уже укоренила в земле листик. Это сорт оптимара у меня. И уже есть, виднеются 4 маленьких деточки. Их нужно дорастить до большего состояния. А потом уже отделять. Пока мне нечего отделять. У меня вот на такой стадии находятся деточки. Появляются. Всем нужен рассеянный свет фиалочкам. И немножко удобрения на стадии активного роста. Хорошо подойдет удобрение для фиалок. Либо для любых комнатных растений. Также любое комнатное. Для комнатных растений удобрение. Вот эта фиалочка у меня сегодня принимала душик. Вернее я ее прям руками помыла под краном. Сливка теплая водичка. Я хорошенько помыла все листочки. Она у меня запылилась. И вот так я ухаживаю за своими фиалочками. Также если между листиками появляется маленькая-маленькая деточка, то я ее убираю зубочисткой. Например, здесь можно увидеть, что это бутон, а также вот такой крупный листик появился. Но я его удалю. Прям беру вот так зубочистку и слегка убираю прямо так. Он легко отсоединяется, чтобы не забирал силы у основной розеточки. Такой маленький листик или деточки, когда появляется. Нужно постоянно вокруг смотреть, чтобы розетка формировалась очень ровная и красивая. Также сегодня я пересажу маленькую деточку в стаканчик побольше из 100-граммового в 300-граммовый стакан. Перевалю. Из цветущих фиалок у меня сейчас вот эта красавица. Набирает тоже бутоны у нее. Листики, как можете видеть, чуть-чуть обожглись. Либо я в водичка сюда попала с удобрением. Также могут быть ожоги от солнышка. К сожалению, вот это у меня листики чуть-чуть испорченные у фиалочки. Все, теперь будем ждать, когда появятся детки. И потом будем отсоединять детки и пересаживать в стаканчики тоже небольшие. Далее я хочу пересадить маленькую детку из маленького стаканчика в больший со 100-граммового в 300-граммовый. Буду делать пересадку. Также можно просто... Уже у меня приготовлен грунт вместе с дренажом с отверстиями. Просто вытаскиваю вот так. Корни уже хорошо пустил. Пустила фиалочка. И теперь я хочу просто увеличить ей объем. я буду сажать ее аккуратно. Чтобы она хорошо села у меня сюда. и подсыплю ей земельки еще сверху. Таким образом я увеличила ей объем. Хорошо примяла возле розеточки, чтобы она не болталась, чтобы нормально была, сидела. Ну и это я смахну. Потом хорошенько помою стол. Такие дела. Это у меня сорт сюрприза зимы должен быть. Ну может быть он спортом будет. Все возможно. Спорт это значит расцветет не по сорту. Все бывает у меня. Вот такая вот пересадочка у меня. Из маленького стаканчика. Большенький получается. Также я слегка поливаю со всех сторон обычной водой отстоянной. И вот так поставлю уже на рассеянный свет. На доращивание. Здесь некоторые листики мне пришлось удалить. Она пострадала у меня немножечко. Буду ждать, когда она начнет активный рост. Тогда свои цветы я обрабатываю также фитовермом, фитовермом, октарой. Когда вижу, что какие-то поражения трипса или клеща. Оно очень похоже на ожог на листьях. Но на всякий случай я также проливаю октарой и фитовермом, чтобы все растения были защищены. И фиалки в том числе. Постоянно нужно переваливать их в больший объем, чтобы им хватало питания. им нужно больше места расставлять их. Обязательно рассеянный свет. Не нужно ставить растения на солнце, а то будет ожог. И обязательно нужно подкармливать во время закладки бутонов и активного роста цветения. нужно использовать специальное удобрение для фиалок. Либо комплексное удобрение тоже подойдет. Формировать розеточку, чтобы не было никаких деток там между листиками. Убираю просто зубочисткой. И формируется красивая ровная розеточка. И она не должна соприкасаться с другими растениями. Тогда ей будет куда расти. Вот такие у меня сейчас цветущие фиалочки. Это из листика выращенная деточка. На данный момент зацветает. Пышно цветущие у меня уже к сожалению разобрали. Не могу вам показать. Несколько фотографий я оставлю в конце, чтобы вы посмотрели. У меня не так много этих фиалочек. Хочу поделиться красотой своих фиалочек. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы поддерживаете меня. Ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Буду очень рада всем. Всем мира, добра, здоровья. Удачи всем. Всем пока-пока. -пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok